Здравствуйте! В эфире «Город С» и Татьяна Дмитриева. Что нужно знать о мерах безопасности владельцам маломерных судов и их пассажирам? Какова статистика нарушений с начала речного сезона? Об этом говорим сегодня. В нашей студии начальник Центра государственной инспекции по маломерным судам МЧС России по Самарской области Александр Сафронов. Здравствуйте, Александр Николаевич! Добрый день! Купальный плавательный сезон продолжается. Наверное, он сейчас в самом разгаре и пике. Скажите, пожалуйста, какую статистику нарушений вы можете привести с начала сезона? Что произошло? И как вообще по сравнению с прошлыми годами она возрастает? Вот количество таких негативных, тревожных случаев или нет? Или, в общем-то, все в пределах нормы? Ну, все в пределах нормы, потому что все зависит конкретно от погоды. Если на ближайшую неделю погода была плохая, то есть дождливая, поэтому на данный момент нарушений меньше. И пострадавших на воде, и погибших на воде ноль. За прошлую неделю было погибших трое. Была потому, что очень жаркая погода, поэтому по Самарской области произошло трое погибших на воде зафиксировано. Ну, на сегодняшний день инспекторами ГИМС проведено более 500 патрулирований и рейдов по Самарской области. Выявлено то же самое, где-то около 540 нарушений, правонарушений. Основные нарушения – это правила плавания по внутренним водным путям Российской Федерации. Да, мы подчиняемся этому правилу. И правила пользования водными объектами Самарской области. Ну, основные нарушения у нас – движение, как вы знаете, вдоль города Самары маломерным судам запрещено. Как? А вот если даже загораешь на набережной, то видишь, вот они передвигаются, это значит уже… Запрещено. От Барбошиной поляны до ухвости в острове Рождественский. Это населенный пункт Гранный на этом берегу. Движение запрещено вдоль левого берега. Также движение по садовому ходу запрещено. Для подхода к левому городскому берегу выделены специальные трассы. Это в районе Поляны Фрунзе, в районе Советской Армии, в районе лейтенанта Шмидта и напротив устья реки Самара. В других местах пересечения и подход к берегу маломерным судам запрещено. А что касается пассажирских перевозок, вот кроме таких уже легальных, официальных, кто-то может ими заниматься или нет? Перевести, попросят там с одного берега на другой или вообще? У нас конкретно в центре ГИМС регистрируются суда, которые не должны заниматься коммерческими услугами. Поэтому, когда они заполняют заявление, они делают расписку, что они не будут заниматься коммерческими услугами. Но вы, наверное, все-таки таких коммерсантов-то ловите, да? Потому что нет, нет, у кого-то возникает желание подработать. И что в таком случае, какие штрафные санкции применяются? Ну, у нас в основном для того, чтобы найти человека и его как бы обвинить в том, что он занимается коммерческими услугами, ну, этим занимаются сотрудники полиции. У нас в основном нарушение этими товарищами – это подход в запретном месте плавания. Ну, основное нарушение это происходит в районе 6-го причала речного вокзала, в районе Ульяновского спуска, ну, а также в районе Советской армии. Поэтому мы еженедельно составляем, ну, у нас составлен план с работниками полиции, с ЛОВД, с транспортным ОМОНом. Мы выезжаем, особенно в воскресные дни, осуществляем патрулирование в местах массового отдыха людей на воде. И стараемся предотвратить заход судов в район пляжей, ну, и также к нашему городскому левому берегу. Ну, вообще, вот говоря о правилах безопасности, нужно помнить о том, что пассажиры, вот как в автомобилях, я все время провожу аналогию, должны быть тоже как-то готовы к поездке по воде, да? Вот какие меры безопасности для пассажиров и для водителя? Что должно соблюдаться? Во-первых, судоводитель, который управляет судном, перед посадкой людей своих, ну, как они называются, пассажиры, должен провести им инструктаж. Люди, которые не умеют плавать или дети, должны быть спасателем обязательно жилете. Это основное. Судно должно быть укомплектовано спасательными средствами. Это круг, да, спасательный? Ну, у нас идет специальная табличка, которая при проведении технического освидетельствования, в ней зависит от размеров судна его укомплектации. Потому что, вы сами подумайте, резиновая лодка, ну, она там с двигателем 15 лошадиных сил, куда он положит этот круг? Да, конечно. Его заменяют специальное такое плавучее устройство с длиной шнура, там 20 метров, называется конец Александрова. Он помещается в маленький мешочек и не занимает много места. Но в жизни он очень многим помог и помогает также. Скажите, пожалуйста, Александр Николаевич, в связи с кризисом такой вопрос, вообще владельцев маломерных судов и вообще самих судов больше становится? Больше выходит вот на акваторию или нет? Или все-таки поменьше? Ну, как вам сказать, на данный момент по Самарской области у нас зарегистрировано 42,5 тысячи судов маломерно. Хотя часть у нас за последние годы ушла из-под надзора. В смысле, не из-под надзора, а из-под регистрации. Потому что с 2012 года вышел федеральный закон 36-й и суда, которые весом меньше 200 килограмм и с двигателем до 10 лошадиных сил. Это вот как раз резиновые лодки. Они у нас не регистрируются. И поэтому вот это основные суда, которые сейчас... И люди стараются покупать эти суда, потому что не нужно с собой удостоверение возить на правоуправление, не надо судовой билет. И плавая, и плавая себе. Но правила-то все равно нужно соблюдать, конечно. Правила на них распространяются. А обучение для того, чтобы управлять таким небольшим судом, все-таки нужно какое-то проходить или нет? Или вот просто там гребешь себе... Ну, каждый человек, когда выходит на водные объекты, он хотя бы должен знать правила плавания, правила технического надзора, правила спасения людей. И все остальное он должен это изучить самостоятельно. Да, вот потому что такой элементарный случай взять, допустим, кто-то выпадет, перевесился, вот смотрел на красивую природу и перевесился через борт вот этой резиновой лодки. Вот и дальше что делать остальным? Как реагировать всем? Прыгать за ним? Или только водителю? Или кому? Ну, каждый судоводитель, даже маломерного судна, в случае обнаружения, что человек терпит бедствие, там, на какой там лодке, ну, большой, на маленькой, он был обязан оказать ему помощь. Только вот судоводитель. Если это не грозит его пассажирам и судну, ну, я имею в виду, что он может подойти, оказать эту помощь. Потому что если судно этот будет большое, а другое маленькое, оно его может просто раздавить. Понятно. А я вот еще читала, что нельзя вот человека, который выпал, опять через вот борт к себе как бы вот затягивать, а нужно как-то с кормы подходить. Это вот для каких судов? Нет, нет. Это, вы понимаете, есть правило. Чтобы вот все остальные не перевернулись. При ветреной погоде. Ну, допустим, человек упал за борт. Как его при ветреной погоде, ну, поймать и подойти к нему? Да. Ну, там много есть способов. Основной способ это встать на ветреное бортом к нему, чтобы загородить его от волны. И остановить двигатель, и вас ветром потихоньку на него навалит, и вы его вытащите. Если так не удается, то обычно носом против ветра к утопающему подходит на веслах, кидает ему спасательный круг или конец Александровна, подтаскивает его и вытаскивает. Да, конечно, вот в данной ситуации важно не растеряться, знать вот эти основные элементарные правила, как себя вести, потому что можно действительно и самому упасть, водителю, да, судоводителю и какому-то еще пассажиру. То это будет... Да, мы проводим беседы и стараемся, чтобы особенно в весенний период, когда вода имеет низкие температуры, в осенний период, в это время движения маломерных судов, очень мало их на воде. Это в основном рыбаки, охотники, и поэтому рекомендуем мы находиться всегда в спасательном жилете. Понятно. Ну, не все, наверное, конечно, к этому... Ну, у кого были какие-то неприятности на воде, они сейчас это исполняют, и ничего здесь зазорного, стыдного нет. Вот если провести, опять же, аналогию с автомобилем, мы, как вот сказали, что нужно всегда пристегиваться. Все тот же переориентировались, стали пристегиваться, и как бы вот случаев меньше, да, несчастных, вот это уж можно констатировать. Еще я слышала такую информацию, что шторм на Волге даже, он страшнее бывает, чем на море. А чем это обусловлено, кажется, что и волны-то небольшие, да, вот так вот если посмотреть визуально, на море какие они огромные, а на Волге, казалось бы... Ну, вы понимаете, у нас... А вот от нашего сотрудника, который оказался на лодке и где-то вот очень далеко и близко к каким-то островам, когда начался шторм, это просто его шокировало, он говорит, я никогда не думал, что это так страшно на Волге вот оказаться в такое время вот в реке. Ну, у нас просто крутая волна, и расстояние между волн короткое, и происходит просто заливание лодки водой. А, вот в этом специфика опасности, да? Ну, в том году у нас был тоже неприятный случай, у человека заглох двигатель, его залило водой, в результате чего произошло два несчастных случая. Два человека утонуло. Понятно. Потому что у него еще в добавок не было с собой спасательных средств. Да. Поэтому, когда в темное время суток, в темное время суток вообще лучше никуда не выходить в плавание. Да, вот, кстати, еще какие вот ограничения, потому что вот опять же я вспомнила, в пятницу был ливень и туман, и я как раз проходила по набережной и видела лодки, которые вот буквально там моторные носились, и подумала, что, наверное, при тумане тоже нельзя выходить. Ну, по правилам плавания в ограниченной видимости, когда видимость менее 500 метров, маломерным судам запрещено выходить и пересекать судовой ход. А как узнать всю эту информацию судовладельцам, судоводителям? Потому что не знаешь, да, вот будет ли шторм, какая видимость, вот определить, там, до 500, 500. Вот какая-то есть, вы с вашей стороны вот такую профилактику осуществляете, такую информационную, когда можно, нельзя, или вот на что нужно? Ну, во-первых, мы проверяем все базы стоянки, их у нас по области 68, там обязательно должны быть специальные документации вывешены, специальные информационные доски, на которых пишется погода, на ближайший день температура воздуха, высота волны, если она будет. На каждой базе стоянки такая доска должна существовать, и заведение этой доски отвечает непосредственно дежурный, который находится на этой базе стоянки. Понятно. Но, наверное, речь идет о таких легальных официальных стоянках, да, есть же стоянки, которые, ну, просто вот ставят там лодки, и это, и там никаких, конечно, предупреждений можно... Ну, можно сказать, что за Волгой это такая стоянка, люди отдыхают, и по правилам пользования, и водному кодексу, ну, 20 метров береговой полосы, это для общественных нужд, и каждому человеку должно это 20 метров быть доступным. И поэтому люди за Волгой также отдыхают. Естественно, они должны уже по погодным условиям самостоятельно через радиоприемник узнавать. Если есть интернет, там тоже как-то... Да, интернет, ну, много средств. Ну, даже, да, в телефоны, там есть уж такое большое штурмовое предупреждение, наверное, рассылки все равно какие-то будут. Да, делаются. И касательно вот нелегальных вот этих стоянок, вот какие, опять же, штрафные санкции грозят нарушителям, если вот они ставят, бросают лодки, куда-то вот все это припарковывают, если так можно по отношению к лодкам? Да, нет, но это ненадолго, потому что мы осуществляем контроль совместно с транспортной прокуратурой, совместно с ЛВД, выявляем такие места массового отстоя судов, которые организовали стоянки для маломерных судов. И этим вопросом мы совместно с прокуратурой занимаемся. Понятно. Ну, вообще, контроль есть, так же вот, как и, опять же, на улицах, на тех же городских и за пределами города. Я хотела бы у вас узнать, вот с чего начинать владельцу вот такого средства плавательного, да, маломерного, вот он приобретает, покупает, допустим, что нужно сделать в первую очередь? Наверное, так же вот, по аналогии с машинами от регистрации, да, сначала приступить, а там и дальше что? Вот о чем нужно, что нужно обязательно сделать, о чем помнить, прежде всего, потому что, наверное, в любом случае появляются новые владельцы. Которые приобретают судно непосредственно в магазине, ему должны предоставить на руки договор купли-продажи, техническое описание данного судна и данного мотора, которого он купил, специальная книжечка такая. И там внутри книжечки обязательно должна быть отметка магазина, который продал данное судно и данное это. После этого он приходит к нам, делается первичный осмотр судна, пишется акт осмотра, сверяются заводские номера. И все эти документы он нам подает, пишет, заполняет регистрационную карточку, оплата, сейчас я вам скажу, налога 1600 и за выдачу удостоверения 200 рублей. Оплачивает, подает, прием в основном по всей Самарской области, это вторник-четверг до обеда, прием документов. А пройти обучение на вождение, на управление вот этим судном, это же предварительно можно спокойно, без проблем. Вот сейчас взялись за качество, опять же, в сравнении с автовладельцами, за качество обучения вождению машин, а здесь вот как контролируется, потому что кто-то может преподавать на курсах хорошо, кто-то не очень, кто-то может просто вот продать этот вот права на вождение. Потому что с 2005 года ГИМС не контролирует обучение процесса, не имеет права. Понятно. То есть это отдельная самостоятельная структура? Мы контролируем как? Мы принимаем экзамены. Если экзамены у какой-то школы, много студентов, которые не сдают теорию или практику. Это уже наводит размышления. Естественно, мы уже сообща с транспортной прокуратурой выявляем эти школы и принимаются какие-то меры. Понятно. И вот еще такая проблема, наверное, мне кажется, существует, что может быть управляющий вот этим судном, вот вы там, допустим, вы выехали, вы плыли на контроль, и он оказался без вот этого, без прав, так скажем. Вот что грозит нарушителю? Вообще такое бывает? Без прав вообще или просто забыл дома? Ну, разные, наверное, бывают ситуации. А может быть, вот он просто хотел, так скажем, поуправлять судном. Вот хозяин сидит рядом с правами, а тут вот гость его, который приехал к нему на дачу там и выехал, и вот решил, говорит, ну как же, вот я тут тоже хочу порулить. Ну, согласно административному кодексу, на него будет выписан протокол или сразу постановление о штрафе. Штраф там от тысячи до полторы рубля. До полторы тысячи. До полторы тысячи рублей. Да. И на того человека, который передал данное управление, человеку без прав, также будет выписан административный штраф. Потому что об этом все нужно помнить и лишний раз проговорить, потому что вот само время такого отдыха, да, оно располагает к таким, мне кажется, действиям, когда вот это вот простор, воля, и ты летишь, и хочешь вот еще что-то, каких-то впечатлений, да, чтобы и твоему другу было хорошо тоже дать ему вот поуправлять. То есть, вот такое, наверное, бывает, но это приводит к несчастным случаям как раз, да? И особенно, вот не знаю, как, конечно, вот в нетрезвом виде управляют же тоже судно. Вы являются такие судоводители, которые управляют маломерными судами в состоянии алкогольного опьянения. Тоже бывает, но это, наверное, тоже страшное доказание, потому что... Ну, это доказание, во-первых, выносит решение непосредственно мировой судья о лишении. Мы данную статью предпринять не можем. Если человек там, ну, первый раз попался, и от него там, ну, не до такой степени, что он там, ну, просто запах там или что-то, составляется также административный протокол, и потом комиссия уже выносит решение. Штраф там где-то от полторы до двух тысяч и лишение до двух лет. Да. Как долго вы сами лично работаете вот в этой сфере? Почему вот она показалась вам интересной, привлекательной? Потому что ГИМС это... это относится к МЧС. Вы начали с МЧС, потом перешли в ГИМС или сразу с ГИМС? Я сразу пришел, когда ГИМС переходил в МЧС. Это 1 июля 2005 года мы перешли, и в это время я тоже устроился, грубо говоря, работать госинспектором в группу патрульной службы. Понятно. А как выглядят ваши вот рабочие будни? Расскажите, вот вы выходите в рейды или что, инспектируете? И вообще вот с 2005 года вы набрали и опыт, и много, наверное, было разных ситуаций. Вот о чем вспоминается и лишний раз хотелось бы предупредить, может быть? Я могу рассказать такую вещь, что у нас в Самаре очень большая нагрузка на одного госинспектора. По сравнению с другими регионами Привозского и ГИМС, у нас на одного инспектора приходится где-то 1200 судов. На одного. Если взять, что не все инспектора занимаются патрулированием наводных объектов, многие занимаются регистрацией, приемом экзаменов, и поэтому уже можно умножать эту цифру на два. Поэтому инспекторов практически все судоводители, которые встречаются, знают в лицо. Но у вас основной объем работы все-таки приходится на летний сезон, наверное, да? Или это ошибочное мнение? Ну, бывают разные напряженные ситуации, но бывает и в зимний период мы работаем, выходим работать по выходным. Это когда погодные условия, тонкий лед, люди выходят на лед, приходится выходить, проводить беседы, патрулировать вдоль береговой черты, объяснять людям, что выход на лед запрещен. Ну, стараемся проводить, разносим листочки, проводим лекции и беседы в школах образовательных, чтобы как-то уменьшить массовый выход людей на лед. Также работаем зимой и совместно с линейным отделом полиции, со СМИ, объясняем людям, что ходить по несанкционированным переходам через Волгу очень опасно. Многие выходят на след подушек, которые у нас ходят зимой от речного вокзала до Рождественных. И в результате подушкам очень тяжело их объезжать, они этого не понимают. Или рыбак, ему хочется именно на следе воздушной подушки продырявить лунку, вставить туда что-то. В результате суда страдает, и ремонт этих подушек очень дорого обходится. Да, конечно, важно очень разъяснять это людям, потому что он, может быть, и не хотел вред какой-то нанести, и просто вот всем понравилось его место. Ну, просто каждому нужно отдельно донести это. Ну, сейчас, кстати, люди более понятливые стали, уже воспринимают это нормально и идут навстречу. Они уже стараются не ходить уже по следу подушки, чтобы не было. Потому что за зиму у нас уже было два наезда на человека подушками. Да. Кажется, сначала, что это безопасно, потому что подушка-то, наверное, легкая и не... Ну, потому что рыбаки идут, им же тоже, вот идти просто по глубокому снегу пешком, это одно. А по следу подушки, она как асфальт, он идет, саночки сзади катятся, там в саночках еще кто-нибудь там сидит за снегоходом. А подушка, она же неуправляемая от ветра, порыв ветра ее сносят. Да. А вообще в целом, как выстраиваете? Как на машине тормоза не включатся. Да, действительно, нужно знать все эти детали изначально, чтобы ориентироваться. А вообще, как выстраивается профилактическая работа в целом у ГИМСа, какие-то, может быть... И как оценивается ее результат, вот эффективность? Вот вы сами сказали, что как-то вот люди сейчас вот меньше становятся и нарушителей, и внимательнее люди. Эффективность – это более снижение количества происшествий на водных объектов. Ну, и также аварии с маломерными судами. Ну, и самое главное – это уменьшение гибели людей на воде и в зимний период на льду. Угу. Да. Вот еще такой вопрос, когда... Ну, бывает вот то, что машины эвакуируют, а лодки вот можно изъять у владельцев или нет? Или такой практики вообще нет? Ну, у нас на данный момент штрафстоянки отсутствуют, но есть стоянки для хранения задержанных судов. Это в линейном отделе полиции своя стоянка. Они не взимают плату за задержку судов, но они их задерживают, ставят. То же самое и мы на своей базе задержанные суда ставим, с них плату не взимаем. Но у нас есть постановление правительству Самарской области вот 2012 года, по-моему, за номером 334, где конкретно написано, какая сумма платы взимается с человека за эвакуацию автомобиля, маломерного судна и сколько стоит стоянка данного судна или автотранспорта за один час. А нет таких ситуаций, что судовладелец будет знать, куда именно, где эта стоянка, когда вот это вот судно эвакуировали? Потому что таких проблем нет никакой. Ну, естественно, ему уже выписан будет протокол о задержке судна и все остальное. Все доведено. На данный момент тоже инспектора... Не все же часто приходят к своему судну и смотрят. Инспектора по-человечески стараются относиться, потому что, ну, суда задерживают не только из-за того, что человек в алкогольном состоянии, просто у него нет с собой документов. Если мы не можем пробить судно по базе данных, то, значит, судно или не зарегистрировано, а документы у него дома или еще где-то. И данные судна задерживаются до устранения данных замечаний. Пока он их устраняет, привезет документы, ему также это все вернут. Понятно. Если у человека нету прав, тоже судно мы, по идее, должны задержать, поставить его на стоянку. Ну, такие ситуации возникают очень часто, что у человека в основном это замечание просроченной права. У нас права, они в срок действиях 10 лет. Через 10 лет человек должен прийти без экзаменов, без всего, подать документы на замену удостоверения. Это значит пройти медкомиссию, как положено водительскую. И ему через 10, каждые 10 лет свободно меняют права. Очень много аналогии, действительно, вот с автотранспортом. Я еще хотел добавить, и почему инспекторы идут навстречу, чтобы не задерживать данные судно, ему предоставляется возможность пригласить там родственника или кого-то с удостоверением. И данные судно ему возвращаются. Ну, вот этот сезон, про который мы говорили, был омрачен таким страшным трагическим случаем, столкновением, да, вот двух суден. Одно маломерное, второе побольше. Да, это произошло у нас с 6-го числа. Вы можете, вот, как эксперт, проанализировать, что произошло, и чтобы мы все понимали, насколько это вот типично, и что это может произойти еще, и какие вот выводы нужно сделать вот после такого? Ну, как я сказал, по правилам пользования водными объектами Самарской области для пересечения судового ухода и подхода к берегу выделено 4 места. Данное происшествие произошло под Первомайским спуском. Подход там запрещен. Мужчина, который управлял данным прогрессом, возраст его был 79 лет, удостоверение на право управления у него закончилось, и он посадил внучку и начал пересекать от левого городского берега в сторону Зеленой Рощи судовой ход. Не заметил судно на подводных крыльях, восход 08-й, и залетел под него. В результате судоводитель и его внучка, которой 21 год, погибли. Да, действительно трагический случай. И еще хотелось бы от вас услышать информацию о столкновениях. Насколько часто так происходит? И вообще люди, которые плавают и за буйок заплывают, они сталкиваются когда-то? Есть такие случаи, что они с лодками, с моторными, или с какими-то тоже столкновения происходят? Или нет? Какая статистика? Ну, у нас в основном столкновение, вот из практики, происходит это в вечернее время, когда Солнце садится, и судоводитель маломерного судна против Солнца не видит другого. Вот это, в основном, это время по столкновениям от 7 до 9 вечера. Ну, такие случаи были зафиксированы за все года. Это река Креуша, протоки, выход из протоков. Ну, основное нарушение еще при травме и гибели людей, это буксировка лыжников, подушек. Потому что судоводитель данного судна, который тащит на буксире подушку, допустим, он должен иметь обязательно человека, не обязательно с правами, который следит за буксиром. Чтобы судоводитель, который управляет маломерным судном, не оглядывался назад, и не отвлекался. Потому что каждый судоводитель должен постоянно вести слуховое, визуальное наблюдение, и также с помощью средств, которые имеются на судне. Вот тоже важная рекомендация, что действительно должен быть человек, который вот за вот там пассажиром, так скажем, который вот на этой, на этих лыжах. Да, и также на каждого ребенка должно быть по одному взрослому. А то некоторые сажают пять детей, один судоводитель, и если что-то произойдет, он просто один ничего не сможет сделать. Да. Ну, это такие вот рекомендательные требования. А вот то, что уже, так скажем, такие законные, вот еще вот, может быть, напомнить рекомендации нашим и владельцам, и пассажирам. Ну, рекомендации многие... Потому что еще сезон-то не закончился, еще время-то есть. Многие тоже живут за Волгой, и перед тем, как, ну, построиться там, им нужно завести материал. И они осуществляют погрузку на маломерные суда с перегрузом. В результате он выходит на середину Волги, то бишь на судовой ход, и в это время происходит его затопление. Просто каждый человек должен знать правила, то, что судно должно грузиться. Вот есть у него грузоподъемность 600 килограмм. Он должен загрузить 600 килограмм. У нас же, как многие судоводители считают, что у него 600 килограмм грузоподъемности, и плюс он еще может посадить пять человек пассажировой вместимости. У нас элементарно рассчитывается пассажировой вместимости, это берется человек с грузом, это 100 килограмм. Допустим, грузоподъемность 600 килограмм, по 100 килограмм получается 6 человек. Если без багажа, делится на 75 килограмм. Понятно. Да. Ну, казалось бы, все элементарно, но все это нужно соблюдать. Спасибо большое за то, что вы напомнили такие вот основные требования к тем, кто выплывает на акватории нашей области. Спасибо за то, что пришли к нам в эфир. Спасибо вам за внимание. Всего хорошего. Будьте осторожны. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин